Школа 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 наша существует с 51 года. И 1 сентября у школы юбилей, 55 лет. Ну а и школа с углубленным изучением немецкого языка, как 20 лет. Это большая жизнь школы и большая жизнь учеников скрывается за годы существования этой школы. С 1996 года немецкий язык является главным и обязательным предметом для обучающихся. Он изучается у нас с первого класса. С первого класса он идет как внеурочная деятельность, ну а со второго класса уже идет как предмет. Углубленное изучение немецкого языка плюс второй язык английский. Но я вам так скажу, что английский язык у нас тоже дети изучают на таком же уровне, как немецкий занимает призовые места и в олимпиадах, и в конкурсах. И есть праздники и представления, которые ставятся учителями английского языка. Учитель иностранного языка – ключевая фигура процесса языкового образования, роль которого сегодня значительно вырастает в многоязычном обществе. Сегодня каждому педагогу предоставляется возможность непрерывного роста, самосовершенствования и профессионального становления. Учителя немецкого языка являются активными участниками международных образовательных программ и ежегодно проходят стажировку в Германии. Впервые я поехала в Германию в 2011 году, хотя уже очень давно изучаю немецкий язык. И это была очень прекрасная возможность для меня, потому что я увидела много городов в Германии. Это был Берлин, Дрезден, Майсен. У меня остались незабываемые впечатления от этих городов, вообще от страны, от языка. У меня была такая возможность общаться только на немецком языке. Во время стажировки учителя совершенствовали знания языка, обменивались своим опытом, делились новыми формами и методами в преподавании немецкого языка. Проживая в семьях, происходило общение с носителями языка, благодаря чему черпались новые знания о культуре, традициях и быте. Но самым незабываемым во время пребывания в Германии было проведение урока русского языка в 11 классе. Когда я преподавала урок русского языка в 11 классе, как дети на меня смотрели, я не понимала, почему они меня не понимают, хотя я на доступном языке им все объясняла, определенную грамматику. Сейчас я уже не вспомню, конечно. Но я с ним общалась на немецком, объясняла, а уже на русском какие-то примеры и так далее. Это очень было интересно, мне очень понравилось. Я всегда у Александры просила, хотя бы кусочки элемента урока еще провести. Потому что с детьми очень интересно, когда на тебя смотрят с таким интересом, и слушают тебя, твой русский язык. На протяжении всех лет существования школы постоянно увеличивалось количество международных программ, в которых принимали участие и учителя, и учащиеся. С 2004 года школа готовит учащихся для сдачи экзамена на языковой диплом международного образца. Успешно сдав экзамен, ученики получают немецкий языковой диплом. Сейчас мы уже гордимся тем, что есть годы, когда свыше 20 наших учащих-выпускников получают немецкий языковой диплом, который позволяет им учиться в вузах Германии без сдачи дополнительно на немецкого языкового экзамена. Подготовка к экзамену бесплатная и осуществляется программными учителями из Германии и России. На протяжении ряда лет программные учителя, и в основном они готовили детей к сдаче экзамена на этот диплом. И постепенно немцы люди прагматичные, они понимали, что рано или поздно, как и любая программа, закончится эта программа, поэтому они целенаправленно и наших учителей стали готовиться к тому, чтобы они имели возможность подготовки детей к этому экзамену. Они проводили с нами еженедельные семинары. И вот настал тот момент, когда наши учителя в состоянии сами готовить детей, и наши дети успешно сдают этот языковой экзамен. Одной из обязательных частей подготовки к сдаче экзамена является защита научного проекта на конференции. В этом году научный проект назывался «Изобретение 21 века». И учащиеся работали над такими серьезными темами, как тест на Даун-синдром, например, искусственное сердце, 3D-принтер и так далее. Тем очень много интересных. И учащиеся с большим интересом готовятся. Нужно найти очень много материала, нужно изучить, нужно провести исследование, собственное исследование. В социальных сетях сделать опрос, обработать статистику. И потом на экзамене представить свою тему, достойно представить свою тему. Ученикам предлагается огромное разнообразие тем для исследования. И важным является то, что учащиеся сами выбирают тему по своим интересам. Тогда проект интересен им, и его интересно защищать. Проведение научных конференций – это обязательная часть подготовки к сдаче языкового экзамена. Моя тема была «Тест крови на синдром Дауна». Это было действительно очень сложно. Я пересмотрела очень много материала от того, как работает этот тест, до того, какие проблемы он может вызвать и какие положительные стороны у него есть. Это было действительно тяжело, но достаточно интересно, потому что тема очень увлекательная сама по себе. Еще одной международной программой, в которой охотно принимают участие не только учителя, но и ученики – это программа по обмену учениками. Налажены хорошие связи с гимназией Манхайма, гимназией имени Людвига Франка. Один год их учащихся, один год наши, мы постоянно посещали друг друга. Этот обмен был налажен не только на уровне взаимопосещения между учащимися. Ездили учителя, ездили родители, представители нашего родительского комитета, их родительского комитета, тоже проживали в семьях. Мы знакомились не только с образовательными программами, но была очень хорошая возможность изучить быт, культуру народа, язык которой изучается. Так как традиционно, если у нас изучается немецкий язык, вот сейчас на углубленном уровне, то в гимназии имени Людвига Франка изучается русский язык. Правда, как третий иностранный, но многие дети выбирают именно его. Ученица 11 класса Тульсанова Александра поделилась с нами своими впечатлениями о поездке в Германию. Я очень рада, что в школе имеется такая возможность, как обмену учениками. Я считаю, что это очень хорошо, так как можно познакомиться с новыми людьми, улучшить свои знания по немецкому языку и узнать культуру страны. Я была в Германии ровно месяц, две недели я путешествовала по городам, две недели я жила в немецкой семье. На самом деле, поначалу было немного трудно, но потом я уже свыклась, и все пошло хорошо. Я общалась с носителями языка, и, естественно, благодаря этому я повысила свое знание немецкого языка. Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. Опытные и творческие педагоги не только обучают детей предметом обязательной школьной программы, но и дают возможность приобрести дополнительные знания и навыки, которые в будущем помогут добиться успехов каждому ученику. В 2014 году я и двое учениц 10 класса из нашей школы, естественно, мы ездили в поездку в Германию на неделю, а именно в Кёльн. Там мы принимали участие в съемке видеоматериала. В дальнейшем данный материал мы используем при подготовке учеников к ДСД-диплому. ДСД-диплом – это немецкий языковой диплом. Самым интересным, естественно, для наших учениц было посещение немецкой гимназии. Там они имели возможность целый день пообщаться с немецкими учениками. Они там работали вместе, занимались, у них проводились занятия, психологические тренинги. И в конце дня они представляли свои всевозможные проекты по разным темам. В конце нашего путешествия был проведен, опять же, для детей вечер, дискотека. То есть они опять же с этими учениками встречались, общались. И, насколько я знаю, эти контакты у них до сих пор остались. То есть они до сих пор общаются с ними. Кроме участия в международных программах, в школе существует большое количество своих разнообразных программ. Это и детские праздники, и утренники, и праздники, посвященные каким-то датам знаменательным. И просто внеурочная деятельность, которая вызывает интерес у детей, у родителей. И это все-таки побуждает изучать немецкий язык. Каждый год во второе воскресенье мая в Германии отмечают один из самых трогательных праздников – День матери – Мутертаг. В этот семейный праздник дети выражают благодарность своим мамам. Кроме цветов, принято дарить подарки, сделанные своими руками, сочинять стихи и петь песни. Для своих любимых мам школьники подготовили трогательные стихи. «Вним мирам, ты мне osteу bao сложение 주ше, мне тр Imagineol у меня, вы氣 у делаете, невисозгkelijkBLают». «Я стоить передantasджи»! «П將akat 의사 тебе подмечают!» «Ты мы будем во взгляд с02» и у нас, мы не будем в 내일 сделаны операции с 2013 года». «Востоянная мама, мы невозможности бить сердца, когда個 моз deeply ущение до него. А еще к такому замечательному празднику ученики подготовили спектакль «Волк и семеро козлят». С вами была программа «Hoffnung». Оставайтесь как можно дольше детьми. Auf Wiedersehen! Субтитры подогнал «Симон»!